Там, где живут зимние волшебники, наступила горячая пора. Поместье Деда Мороза в Гродно открыто, и первые посетители уже побывали у него в гостях. В этом году новогоднюю историю посвятили путешествию Кае и Герды из сказки «Снежная королева». Забавные персонажи всегда дарят праздник и взрослым, и детям. Здесь они становятся не просто зрителями, но и участниками театрализованного представления. Познакомились с Завирухой, Карлом и Кларой и встретились с символом наступающего года – дракона. С 19 декабря такие представления будут проводить трижды в день. Кроме того, впереди еще много сюрпризов. Получить можно не только сладкие презенты, сувениры, но и массу приятных впечатлений. Но главное – это встреча с Дедом Морозом и живое общение с волшебниками. Игры, песни, танцы, естественно, розыгрыши, конкурсы, ну и, конечно же, интерактив с Дедушкой Морозом, со Снегурочкой и с другими персонажами новогодними. Год дракона. А, как известно, дракон – это символ мудрости, символ успеха, символ благополучия и символ веры. Поэтому верьте, верьте в себя, верьте в свой успех, двигайтесь и осуществляйте абсолютно все ваши мечты. С Новым годом вас, дорогие друзья мои! Представления придутся по душе всем, кто решит посетить Центр народных ремесел. Кстати, в поместье проводят различные мастер-классы, к примеру, по изготовлению игрушек. Тут можно и приобрести изделия мастеров, будет работать мини-ярмарка. А еще ремесленники готовы ознакомить всех со своим творчеством и раскрыть секреты создания сувениров ручной работы. Посетителей мы ожидаем больше. Скажем, очень такой интерес к нашему поместью жителей города Минска. К нам приезжают туристические группы. Приезжают туристические группы из Санкт-Петербурга, туристы из города Москва. Поэтому расширяем, скажем, круг наших посетителей, наших ценителей, наверное. Напомним, поместье главного зимнего волшебника базируется в Центре народных ремесел и наследия. Уже четвертый год подряд. Гостей здесь ждут до 5 января.